На Мальдивах ввели чрезвычайное положение. Это произошло после того, как Верховный суд страны освободил группу оппозиционных лидеров. В итоге оппозиция получила большинство в парламенте и может объявить действующему президенту импичмент. Но глава государства Абдулла Емин пытается удержаться у власти. Правительство Мальдив приказало войскам не допустить импичмента. В стране начались протестные акции. К чему это может привести? Попытаемся разобраться с доцентом Института стран Азии и Африки МГУ Борисом Волхонским. Здравствуйте, Борис Михайлович. Здравствуйте. Вообще, насколько сейчас напряженная ситуация в стране? Вот российские дипломаты уже, например, рекомендовали воздержаться от поездок на Мальдивы. Значит ли это, что все настолько там плохо? Ну, я думаю так, что протесты ограничены прежде всего одним островом. Тем островом, на котором находится столица Мальдив, город Мали. Что касается туристов, то они, как правило, проживают на островах других, более или менее отдаленных от столицы. И прямо из аэропорта, минуя этот остров, едут отдыхать. И там никаких, естественно, волнений нет. И в этом отношении, я думаю, что поездки в страну абсолютно безопасны, по крайней мере, пока. Да. Но, наверное, стоит воздержаться от посещения, от экскурсий в столицу. Потому что, ну, столкновения могут произойти между сторонниками и противниками действующей власти. Полиция вмешается. Ну, и как тут можно случайно оказаться, попасть под раздачу. И все-таки хотелось бы понять поподробнее, что с политической точки зрения там сейчас происходит. Верховный суд потерял полномочия, насколько я понимаю. Потому что был задержан руководитель, глава суда совсем недавно. И действия, все какие-то, я так понимаю, реакции, возможные документы, которые выпускает Верховный суд, они тоже блокируются действующим президентом. Да. Дело в том, что Мальдива лихарадит уже примерно 6 лет. Потому что в 2012 году первый демократический избранный президент Мухаммед Нашид был отстранен от власти в результате переворота. Вот. И с тех пор власть держится в руке, ну, то, что у нас принято называть представителей семьи. Такого политического истеблишмента, связанного с коррумпированными бизнес-пругами и так далее. Вот. На октябрь этого года намечены президентские выборы. И, судя по всем данным, отстраненный в 2012 году президент Мухаммед Нашид имеет шанс вернуться к власти. Естественно, это не нравится действующей власти, которая стремится к развитию событий предупреждения. В данном случае Верховный суд встал на сторону оппозиции. И это и привело к этому кризису. Как он будет развиваться, конечно, пока предсказать трудно. Но, судя по тому, что вся армия стоит на стороне действующей власти, то, видимо, такой порядок, не знаю, насколько он уместно обстоятельствовать в кавычках или без, удастся удержать. А Верховный суд в этой ситуации действительно, получается, выступил как независимый орган? Потому что, если вы говорите, что практически вся власть в руках президента и его правительства, почему тогда здесь Верховный суд так пошел наперекор? Ну, дело в том, что, да, действительно, он выступил как независимый орган. Но на сегодняшний момент уже и председатель Верховного суда, и еще один или двое судей уже арестованы. И фактически он потерял какие-то реальные речи власти. Вот сумеет ли развитие событий вернуться, сможет ли развитие событий вернуться в руслое демократические процессы, ну, пока я не возьмусь этого представления. Еще любопытно, какие протестующие выдвигают претензии к нынешнему президенту, как раз к Абдуле-Ямину. Его тоже в коррупции, кажется, обвиняют, как и предыдущего президента обвиняли. Да, в основном, да. Но это стандартное обвинение, которое любая оппозиция выдвигает в адрес любой власти, насколько они обоснованы. Судить довольно трудно. Думаю, что в данном случае обоснованы. Но это мое частное мнение, конечно, является. Будем следить за развитием событий. Конечно, спасибо. Это был доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский. С ним мы говорили о ситуации на Мальдивах. Африки МГУ Борис Волхонский. Африки МГУ Борис Волхонского.